Итак, Corsica. Corsica — это симулятор широких атмосферных ливней. Название — это Cosmic Ray Simulation for Karskade. Karskade — это немецкий эксперимент, который работал уже редко, и здесь 15 не работает, но данные позволили уточнить этот симулятор, подогнать его, откалибровать. И сейчас Corsica является неким стандартом для генерации шауфов. Corsica написано на фортрайне, пока имеется седьмая версия. Последняя версия, которая у меня имеется — это 7.71. Возможно, будут еще какие-то 7, но основные силы сейчас брошены на переход на версию 8, который будет на 7.1. Чтобы работать с Corsica, хорошие новости, знать фортрам не обязательно, даже можно его не знать вообще. Достаточно иметь какие-то основные навыки работы с Linux. Работает она, к сожалению, только под Linux. Возможно, под Cygmin, но поскольку это симулятор, который использует все ресурсы компьютеров в процессе работы, да, видеокарту она не использует только в процессоре, то Cygmin, как симулятор, строить его на симулятор Linux Online под Windows будет сильно это дело тормозить. Под 10 Windows Pro и лучшая версия имеется возможность подключения модулей BOSIX, то бишь Windows стандарт исполненных файлов, прямо внутрь Windows. Если у вас есть личных 2 гигабайт на диске, то вы можете это сделать. По сути, есть даже версия Ubuntu для этого специальная, которую можно строить внутрь Windows, и тогда ваш Windows будет работать и с Linux и другими файлами, и с Windows. Ну, опять же, все вот эти вот фунтуршами, они тормозят. В данном случае, виртуальная машина тоже не идеальный вариант, если у родителей действительно проводить расчеты. Серьезно и плотно, желательно иметь машину с Bealboot или машина, на которой Linux играется. Единственная операционная система. Вот. Также не забывайте выход, размер выходных файлов, которые у Corsica весьма значительны. То есть мы говорим несколько гигабайт. Итак, Corsica. То есть она идет просто zip-архивом, она не устанавливается, ее можно раскрыть в любое удобное место. Документация у нее находится в папке .doc, вот тут есть гайд, физика, как запускать. Но, в принципе, это все, что здесь есть. И вот этот гайдер наиболее удобная вещь после того, как бы хотя бы разок Corsica запустить. Также у нас есть папка source. Из нее нам, скорее всего, понадобится отдельно только один файл. А так, основное все работает с помощью файлов, которые называются вот тут. Небольшой юмор от создателей. Вот. Первое, что нужно для Corsica, это GFAR. Да, если у вас в системе его нет, его следует установить. Да, то есть апкет, тестом, GFAR. Вот. После этого идете в папку Corsica. И запускаете вот таким образом. То есть точка. Идет свой здесь данный файл. Вот. И он дает теперь опции. Какие-то опции идут по умолчанию, то есть Default или Cache. Cache означает, что вы использовали эти опции в прошлый раз, в прошлом запуске. Поэтому на первом запуске, скорее всего, будет больше Defaults написаны. Вот. И вот у нас первый вопрос. Скомпилировать в 32 или 64-битной моде. Система, скрипт пытается определить вашу систему. Не всегда правильно, надо признаться. Но большинство систем на сегодняшний день, они 64-битные. Поэтому смысла создавать 32-битные экзешных нет. Генератор только если у вас стоит почему-то председательная версия Linux или система старая. Но тогда задумайтесь, хотите ли вы запускать на него. Вот. Если вы не меняете выбор, то есть тут я написал 1 или 2, но поскольку 2 уже кешь, просто Enter. Следующий вопрос. Какой генератор высокоэнергетических патронов взаимодействий мы хотим использовать? Косику встроено несколько, как мы видим. Некоторые быстрее, некоторые считаются более точными, некоторые какие-то более стандартные. Наиболее широко распространены вот этот вот номер 1, DPM Jet 3. Он был недавно обновлен, хотя эта версия, на удивление, 2017 года. Он работает относительно быстро и довольно точно. Эпос LHC это, наверное, один из наиболее точных генераторов, но он очень-очень медленный. Вот. То есть это довольно сильно затормозит вашей системой, если вы пытаетесь генерировать что-то большое. Сибилл другой такой более стандартный генератор, он всегда конкурирует с Эпосом, возможно, он немного более быстрый, но считается менее точным. Хотя вот последнее его обновление, там сделали изменения, чтобы соответствие эксперименту так вот надлежалось, соответствие числа адронных, электронных и частиц и ионов. То есть вот это вот Сибилл. Известно, что его выход не сильно соответствует реальности. В первом приближении это окей. К нему есть свои вопросы, но он быстро работает. Поэтому если вам нужны именно какие-то быстрые оценки, если вам не очень важно точные соотношения адронов и ионов, еще что-то, если вы хотите понять, как работает больше ваш детектор, а не какие конкретно данные пришли, тогда QGS Jet 2 это ваш выбор. Выбор генератора. Ну, так что я выбираю пятую версию, то есть пятую опцию. Идем дальше. Ну, то есть еще один комментарий на вскоэнергетичные и адронные взаимодействия, это то, что по-хорошему у нас нету никаких экспериментальных данных, кроме как ШАУ, для подтверждения теории, которые нашли в этих генераторах. То есть это экстраполяция того, что мы знаем, измеряем на низких энергиях. И не забывайте, что энергии 12F, на которых работает LHC, для ШАУ это низкие, потому что мы говорим о 1017, 1012, 1020 электроновольт. И на этих энергиях, по сути, нет никаких статистических экспериментальных данных, только косвенные с помощью ШАУ, поэтому они все, по сути, теории, все эти генераторы, которые здесь какие-то работают лучше, какие-то хуже, но как бы истины в конце концов нет. То есть нет подтверждающих точных данных, которые вы говорили, что вот это и не другое. Другая ситуация у нас есть с низкоэнергетичными адронными взаимодействиями, поскольку такие эксперименты N65, практически любые эксперименты на LHC, на предыдущих скорителях, они все измеряют, как раз, низкоэнергетичные адронные взаимодействия, они хорошо изучены, имеются библиотеки сечений, библиотеки процессов и прочее. В корсике они даже живут в папке run, если пойти в эту папку, вот, то здесь есть файлы очень-очень больших размеров, вообще с папки run ничего стирать нельзя, вот, есть qgs.data2, это вот тоже рассчитанное взаимодействие, но они используются, есть еще вот это minus.data, qg.data2, то есть есть файлы, которые просто имеют и несут в себе данные, которые используются генераторами, да? Вот, в данном случае вот это вот со смешным названием Geisha 2002d, это наиболее широко используемый генератор, плюс он встроен в корсику. Третья опция urm.umt, ее нужно добавлять отдельно, это внешний пакет, он сделан другим экспериментом, и, по сути, его код является как бы proprietary к этому эксперименту, это нельзя менять особенно, и он используется гораздо реже, то есть он, опять же, бесплатный, но это дополнительная проблема, которая существует при его установке. Fluke, это еще один генератор, по сути, большой разницы между ними не замечено, Geisha, она еще довольно быстро работает, и в ее основу легли результаты эксперимента, это 64-65 Церновского, поэтому ему, в принципе, можно проверять в этом отношении. То есть мы его и выбрали. Теперь какая геометрия вашего детектора? Если у вас детектора не существует, вы просто хотите посмотреть на ливень, или посмотреть, как работает что-то, и вообще вводить сложную геометрию детектора. В данный момент очень сложно, это вот так изучать мануал, что и как, и где, и почему. Гораздо проще генерировать первую оксу, то есть horizontal flat detector array. Предполагается, что уровень наблюдения плоский, все, что на него придет, будет записано корсикой, и потом, если надо, вы можете уже при анализе этого файла вводить свои коррекции, если у вас почему-то детектор не плоский. Опять же, что такое плоский, мы смотрим объект, шау, который ведет с высоты 20 км, если у вас какие-то детекторы 20 метров вверх, 10 метров вниз, то, скорее всего, это все еще плоский детекторы. Если у вас здесь перепадает 500 метров, тогда уже толщина атмосферы меняется, вам нужен пересчет. Так что я выбираю плоский детекторы. Так, сейчас имеется длинная возможность выбора. Что у нас отсюда вон есть? Вот еще есть дополнительные опции корсики, которые служат в основном для создания файлов для тех или иных дополнительных. нужд и не являются основными в таком-то смысле. То есть в версии 1, А, Б, С, это, и даже Д, это опции больше, чем Тя, О, Ж, другой, другой, самый крупный эксперимент, который сейчас не мешал. Они сами приложили руку к созданию этих библиотек и этих опций. И в данном случае нам это не нужно. Только если вы хотите использовать черенковскую версию, то есть получить выход черенковских платонов из корсики, вам нужно использовать 1, А. Вот. Ну или 1, Б, зависит, какие у вас требования. Синнинг, опции 2, это прореживание, это если вы хотите ускорить работу своего генератора, да, чтобы генерить шал, и он позволяет убирать какие-то частицы по запросу, у него есть довольно advanced опции, то есть по энергии можно отгруппировать частицы, можно сохранять там каждую десятую. Но вы должны знать, что результат получается не как бы истинный шал, а его прореженной версии, когда ее анализируют, надо точно помнить, что именно было убрано, и что результаты бы не соответствуют. Да, что надо полученный результат потом возвращать обратно путем увеличения числа частиц и так далее. Третья опция нам говорит, что можно москоэнергичной гаммой иметь предначание частиц 4 тонна плиметрина, это уже приложили у Плайс-Тюб, да, это такой эксперимент, как шалка плиметрина, это кубокилометр льда в Антарктиде. Дальше идут другие версии, например, шестая опция, если вы установили Питию, Пития это тоже дополнительный генерал, разъем Люттона, то тогда вы можете генерить Тау-Люттон. Корсика использует тот факт, что шалка – это статистический ансамбль, множество частиц, и в основном там, где происходят статистические явления, она старается не использовать очень редкие процессы. Например, в агронных каскадах в основном генерятся П плюс-П минус-П ноль, это одна треть от всего, и их 90%. Если мы возьмем К, мизоны К плюс-П минус-П ноль, и К ноль их два, то они составляют 10% общих мизонов, которые генерятся, поскольку их масса в разов три больше, примерно соотношение, чистоте, идет в квадрат массы, то есть они в три раза массивнее, их где-то в три в квадрате раз меньше. Примерно так оно и работает. Но какие-нибудь ромезоны, которые в десяток раз тяжелее, их будет в сто раз меньше, и корси-то их упускают. Но есть дополнительные опции, когда можно такие еще включать и смотреть на разницу. Насколько мне известно, из большинства презентаций на конференциях, что видео, оно не вносит никакого реального вклада, поскольку это очень редкие события, и когда идут миллионы, миллиарды частиц, а это вот то, что само не является шам, то вклад одного или менее процента каких-то экзотических событий в нем просто теряется. Вот. И то же самое идет для Тау-лептонов. Тау гораздо тяжелее неонов и электронов, поэтому возникает она гораздо реже, тут же распадается. По сути, единственное, для чего она тут нужна, это если вы смотрите на Тау-лептонов. Вот. Седьмое, более важная опция, особенно седьмой А, если у вас есть возможность дать больше processing power для генерации, и особенно, если вы генерируете шам под большим углом горизонта, да, то есть больше чем где-то примерно 20 градусов, то идея в том, как ворситер считает атмосферу плоской. То есть Земля у нас плоская. И это сделано из-за того, что так проще считать. Геометрия гораздо проще. Если для вас имеет значение угол горизонта, а вот, как я уже говорил, имея значение, это просто 20-30 градусов в отверстии талии, то вы хотите включить опцию 7А. В этот раз будет подсчитывать атмосферу в правильном варианте. 7В — это если у вас частицы идут снизу, опять же, это не переград. 8А, 8В позволяют создавать дополнительные картинки и графики. Также их можно использовать для создания анимаций и прочих таких просмотров. Так что это достойно просмотра. Для этого нужны отдельные опции в входном файле. Но, в принципе, я пробовал, оно работает довольно красиво. Но это не научные опции. Опять же, это есть всякие фото-презентации и прочие какие-то картинки. С другой стороны, если вы пойдете на сайт Корсики, там есть уже больше картинок и видео, и анимации, и шала. Так что, большая вероятность, вы просто найдете что-то похожее на то, что вы хотите показать. И не нужно будет заниматься вот этими опциями. 8-я опция — это опять уже. 8-я — это исключительно отдельный неонный файл, причем он создает инстаграммы. Что-то, что нужно было сделать в АЖ, как правило, это все не нужно. 9 — это если вы хотите остановить свою собственную атмосферу, свою собственную модель. Как правило, это тоже уже не нужно, это если у вас особые условия наблюдения. по сути, единственное другое, что можно еще упомянуть, это 10d2, если у вас установлен root в системе, да, вот у него она про установлен, то появляется эта локс, без него она просто не появляется. я могу создавать root output файл, то есть не бинарно стандартный файл корсики, а запись в формате root. На данный момент это не рекомендуется по той причине, что, во-первых, срабатывает не всегда. Во-вторых, у root файла с точки зрения фортрана, хотя в самом root файле это ограничение уже сняли, имеется лимит на размер 2 гигабайта. И, опять же, если вы компетировали root в 32-битной версии, то это сохраняется, этот лимит собственно, для самого root в том числе. Как правило, root файлы не делаются такими большими. Для данного случая мы видим эту проблему, да, средний выходной файл корсики 35-7 гигабайт, и вы хотите вынести где-то в root скотерево. В принципе, проблем с этим будет много, как показывает практика. А для восьмой версии корсики было обещано, что это ограничение уже снято, что вот вы будете любой формат, любой шанс записывать как root формат и читать из него, но посмотрим, когда она выйдет. Где-то версия не видит такого. Единственное, почему root файл может быть лучшего, во-первых, он скомплексован, то есть он занимает немного меньше места, с другой стороны, его доступ в каком-то смысле более удобен, можно видеть имена, названия, строить что-то из дерева, и он имеет прямой доступ, открыл дерево, нашел частицу, пошел через лис, сделал лс, увидел все, что есть, в то время, как генарный файл корсики очень-очень старый, есть сегменты, эти сегменты разделены на кластеры, и это из-за того, что портраль не позволяет писать большие файлы, в каком-то смысле, он пишет много-много маленьких генарных файлов, которые просто висят на голове друг к другу, впиханы в один файл, и поэтому его выход читать его, если вы хотите читать на прямой вебинарный файл, довольно-таки запутан. Опять же, в манере имеется полная инструкция, как это сделать, но также имеется небольшой тул, который позволяет это читать, это корс-карит, который переводит его в текст, и точно людей, кого я знаю, пользуются текстом, туда проще работать с текстом файлом и ходили гораздо больше. Собственно, почему я показывал в китоне, как можно создавать вот эти вот zip файлы, это когда обрабатывается первичный вот этот текстовый файл корсик, и сразу же выходные файлы языкуются, чтобы занимать где-то в три раза два раза и так и у меня тут опции имеются. В прошлый раз, когда я что-то умирил, я использовал кард. То есть, если я просто нажму enter, он мне напомнит, что у меня здесь атмосфера выбрана, больше ничего у меня в опции не выбран. Если я нажимаю enter, он предлагает скомпилировать файл и убрать временный код, скомпилировать и сохранить временный код, или просто создать по сути компилиционный файл, но не сделать сам экзешный. В данном случае мне опции не нужны, поэтому скомпилировать. Все, на этой стадии знание портрада более ненужное, то есть скрипт самостоятельно создать необходимый экзешник, вытащить все генераторы и внести этот экзешник в папку run. В данном случае называться он будет следующим образом. У меня он уже скомпилирован в прошлой версии, сейчас мы видим терминальную компиляцию, в какой-то момент просто заменим этот файл. опять же это все данные, которые вы не хотите трогать. Основное как запускать он, вот у нас уже имеется наш новый файл, у него точно такой же имени, то есть Corsica версия, по Linux, QGS2 генератор и вещи использования, то есть это все отображено в имени файл. Если мы перейдем в фанкуран, попробуем это дело запустить, мы увидим очень интересную вещь, что он ничего не делает, то есть он запустился и по сути ничего не делает. чтобы он что-то делал, ему требуется дать команды. Эти команды находятся в файле All Inputs. Я могу рассмотреть на примере файла, который мы используем, в частности All Inputs Веншай. Как мы видим, там были разные версии файла All Inputs, то есть для эпоса, для прореживания, ну и вот это самый стандартный All Inputs. All Inputs Inshine по сути это стандартный чуть-чуть с измененными параметрами для горизонта. Вот, то есть первая страничка это номер вашего симуляции. Его лучше менять каждый раз по причине, что записанный файл имеет это название, будет называться dat номер номер, который вы здесь указали. Если этот файл существует, корско скажет, что он существует и выйдет. Не будет больше работать. Так что переименовывайте свои файлы или меняйте номер фраг. Какого номера, то есть каждый файл может содержать больше, чем один шалф. Как правило, это хорошо только если вы генерите низкий энергетичный шалф. Если энергетичный, это где-то 10-16 или меньше, тогда их можно делать 10-20-30-40, помещать один файл для статистики, и тогда уже обрабатывайте все вместе. В противном случае, я очень-очень рекомендую делать виду по одной штуке. И причина еще заключается в том, что Корсиков данная версия использует только один процессор. В ней есть MP-библиотеки, то есть если у вас в Windows встроенные библиотеки мультипроцесса, можно запустить ее на множество ядер, но проблема в том, что она не будет просто работать как мультипроцессер, как любая другая программа, к которой мы в целом привыкли, а запустит множество версий себя и отдаст каждой версии себя по кусочку дни для обработки, потом соберете это вместе. То есть процесс рассчитан не для одной машины, а для кластера. Когда у тебя на каждом кластере запущено только корсики, она что-то делает. Поэтому для одной машины гораздо проще сделать следующее. Если вам надо несколько ливней, просто откройте 5-6 терминалов, сколько у вас ядер, желательно на один меньше, чем у у вас ядер, то есть ядерная машина 7 терминалов и запустите корсику все на раз. Вот. То есть запустите первую корсику, поменяйте там run number и параметры в этом файле, запустите еще раз, опять уменьшите параметры запустить в другом терминале, и так далее, и так далее, столько раз, сколько у вас имеется ядер. на компьютер. Вот. Так что вот этот параметры остается тоже один. Теперь первая, первичная частица, это та частица, которая прилетела на атмосферу и создает глинин. 14 соответствует протону, в мануале есть таблица, в которой указаны эти коды, и там не только частица, можно предсказать микрогелия, более тяжелого элемента, в том числе и электрон, и в гамму, то есть все частицы по сути там написаны, все, что написано в той частице, может являться правильным. Energy slope, это если у вас много ливней, и вы хотите генерить по какому-то правилу, то есть чтобы энергия у них отличалась друг от друга, то основной фит высокоэнергетичных событий говорит, что они, число их вероятности изменяется к гествам минус 2,7, где гея это энергия первичной, вот, то есть этот параметр нам обычно не нужен, ибо лично мне никогда не приходилось генерировать гествам одновременно разных энергий, вот, то есть если что-то генерится, генерится одинаково. теперь дальше энергия первичной частицы это энергия в гевах, да, то есть в данном случае то, что здесь стоит, это 10,7 гев или общий 10,16 электрон, то есть этот файл говорит, что надо генерить первичный протон в количестве одного ливня с энергией 10,16. Опять же, если вы генерите больше одного ливня, то вы можете задать диапазон зенитных углов, в которых они приходят, если вы хотите только одно значение, то оба значения нужно поменять на одну и ту же цифру, 10,10, то же самое как здесь, диапазон от и до одно и то же число. Значение азимутальных углов, то есть поворот x, y, 270 градусов в данном случае отличается от нуля по дефолту и соответствует тому, что ваша ось x тогда смотрит, если я правильно помню, на географический стиль, то есть чем-то это удобно. Но по сути ничего не меняет, поскольку вы просто крутите вашу плоскость на плите. следующая строчка очень важная это seed для генератора случайных чисел, потому что если вы запускаете этот файл, этот же файл несколько раз, вы получаете абсолютно идентичный вид, чтобы они отличались, требуется поменять seed, просто берется и случайно меняется число. у меня даже есть где-то скрипт на питоне, который просто берет вот этот файл и создает его копии, то есть он меняет run number и меняет seed. В разных мануалах утверждается по-разному, что seed 2 второй имеет или нет значения для корчеки, я обычно стараюсь менять оба, высота уровня наблюдения в сантиметрах, данная высота соответствует Кеншанской станции, если у вас другой уровень, то вы должны поставить сюда другую цифру, опять же это в сантиметрах, но умножение на 2 превращает его на 100 км. в итоге 3340 метров. Starting altitude вот эта 12 опция это с какой высоты у вас начинается развитие видов, причем единицы этого не метра не километра, а граммы на сантиметрах в квадрате, то есть сколько вещества было пройдено, потому что как все наверное напомнит атмосфера она нелинейная по крайней мере в плотности давления альча инциальная, но ее можно минимизировать если мы говорим про количество вещества. Вот, и с точки зрения частиц это то, что имеет значение, поскольку мы говорим про сечение, вероятность какого-то события, она тогда связана с количеством встреченных атомов, они пройдены в расстоянии, только распадены не только зависит от расстояния, и все остальное, что связано с сечением, оно расстояние не зависит, и по крайней мере для первичной частицы предполагается, что она стабильная, вот, вероятность взаимодействия зависит вот от этого. если там стоит ноль, это означает, что система разыгрывает это самостоятельно, и находит значение, и они будут разные для разных объединений, при условии, что вы поменяли SID, если вам нужно какое-то конкретное, то есть вы хотите создать какой-то частичный линец, какой-то высоты, или конкретно что-то на какой-то высоте над вашим детектором, то вот для этого существует это опция. 13 опция это магнитное поле, в All Inputs по умолчанию стоит магнитное европейское поле, района Каскада, как раз района Германии, здесь ставлено значение для решения, но они отличаются, отличаются не потому, что поблизости имеются аномалии от магнитного поля. Дальше все эти опции не трогаются, они такие, которые идут по умолчанию, если интересно, вы читаете мануал. Основное, что здесь сейчас нужно, это 23 опция, она очень и очень важная, это папка, в которой будет записан выходной файл. По умолчанию, если мы посмотрим на All Inputs, это папка, в которой вы находитесь, с которой запускаете корсик, и как правило это просто папка run. Если по какой-то причине это неудобно, например, у меня виртуальная машина, и диск очень ограничен, там просто не понесется несколько файлов корсики, то оно указано, на реке указывает на шерф-папку, которая по сути на Windows имеет доступ ко всему диску. Проблема также с виртуальной машиной, что мне ее тогда корсику надо запускать как судов, но в этом тоже проблем нет. То есть, чтобы она имела доступ к данной папке, так она не требует администов привилегий и нормально работает в терминале. Тут можно указать такой пользователь, гораздо проще указать U, это текущий по терминале. Вот. И последняя строчка должна быть exit, это то, что закончит генерацию. Это все, что у нас есть. Для интереса времени мы сейчас уменьшим U, то есть 10-15 например, сделаем. И я покажу, как это запускается. Вот. То есть мы опять же запускаем, выбираем наш экзешник и делаем pipe in, то есть передать на каждый промп по строчке вот этого файла all inputs как оно не точно называется. Вот так. InShine. Вот. И все. Больше ничего не нужно. А. То есть хернишинс. система стала загружаться. Между прочим, а куда остатенько и ним же не поддерживается на данный момент. Вот. Сейчас подгружаются вот эти вот файлы с течениями. Если мы посмотрим в ток, мы можем видеть, что Корсик сейчас заплачает все, и ее память растет. В процессе работы Корсик выдает оценки времени, сколько и примерно нужно для решения процесса времени. все эти оценки могут быть смело игнорированы. Вот. Оно очень-очень неточное. Обычно факторы от 2 до 10. в среднем 10-15 занимает несколько минут, 10-16 десяток минут, 10-17 это мы уже говорим 20-30 движек полчаса больше и так далее. Зависит, конечно, от вашего компьютера, система виртуальная, не виртуальная и прочее. Но генерация это процесс не быстрый. 10-17 10-18 мы уже делаем в сутки. Вот. Сама собой компьютер оставляется именно поэтому ее предлагают ездить одновременно. Сейчас занято только одно витро. Linux считает занятость в процентах от одного витра. То есть если программа занимает больше одного витра, то цифра будет больше 100%. Это в отличие от Windows который оценивает все ядра одновременно. Ну и опять же память ценит не так много. Выделено для этой витральной машины гораздо больше. И я могу здесь позволить себе выпустить несколько корсик. Хотя в данном случае только два ядра выделены этой машины запускать более чем два процесса для генерации. Пока идет процесс генерации посмотрим следующую вещь. Если мы вернемся в папку корсика и пойдем в папку source папку utilities то здесь есть дополнительная программа называется корсика ритм. В каких-то версиях она генерится по умолчанию компилируется но в большинстве своем она не компилируется по умолчанию и требует дополнительных шагов. Здесь мы сейчас просто пойдем в эту папку корсика source utilities то есть мы находимся здесь корсика ритм существует в двух версиях есть C++ версия и фортранная версия на удивление я несколько раз пробовал работать плюс-плюс версии она каких-то сабверсия корсики работает каких-то не работает то есть сейчас я даже не знаю стоит или не попытаться скомпинировать гораздо проще взять версию вот то есть так оно и пишется и фортран потом имя что я хочу скомпинировать корсика и имя output файла иначе он просто его создает так ну например cr.exe опять же в линуксе расширение не нужно но чтобы отличать его от всего остального можно дать такое название все у нас имеется скомпинированный файл все он готов это вот то что отличает фортран он очень быстрый особенно в компиляции но тут есть своя проблема что фортран не имеет параметров командной строки то есть я не могу задать какой-то параметр он это просто игнорирует то что он просит здесь это имя файла который вы создали бинар ну то есть сейчас в этой папке его конечно нету и программа не выдаст ошибку но это то что вы должны сюда или написать или сделать опять же ну вот ошибка вышла или сделать сюда pipe файла которые в котором содержится имя то есть вы можете создать пустой файл текста не надо писать на вашем выходном файлы вот таким образом могут туда поймать да если это файл то кавычки конечно не надо что-то такое опять же этого файла не существует и программа не запускается это все что касается данного дела выход вы не можете задать имя выходного файла поэтому в каждой папке можно записать запускать только одну версию корсика вид он выдаст файл со стандартным названием . и авто будет что-то который является собой уже текстовый файл если кому нужно у меня есть утилиты на питоне которые вот этот входной файл только переименуйте его сначала вот в то что вам надо переименовать лучше во что-нибудь более полезное в частности ну не знаю назвать его как-то версия корсики энергия первичной частицы тип первичной частицы параметры углов параметры поворота высоты все параметры которые вы использовали получить такое длинное имя но это того стоит потому что все последующие файлы которые по крайней мере мои скриптогенериант они используют имя начального файла для того чтобы создавать имена и использовать имена для выходных файлов своих так здесь мы все еще работаем это как-то долговато надо признать так сейчас мне этот файл не нужен потому что я его уже создавал ну вот у меня здесь есть вот кольцик это точно тот же файл который я просто сделал пораньше так ну это все соответствует вот у нас симуляция закончилась что означает что выходной файл был записан опять же гораздо удобнее в моем случае вам это скорее всего не нужно делать это создать терминал на рута по той причине что если я хочу перейти на эту папку которая у меня на виндосе мне требуется иметь root permissions если мы посмотрим что здесь было создана мы видим выходной файл datman 001 он 65 мегабайт также имеется файл datman 1001 long это есть вертикальный в том случае развития если мы его откроем его можно открыть даже например в excel если будет такое желание но мы сейчас выясним то просто посмотрим как он выглядит выглядит он следующим образом по сути это таблица это глубина в грамм то есть он идет с высоты это у нас число в грамм позитронов электронов гнионов адронов отдельно заряженных адронов то есть одно между другой в принципе даст нейтральные и большинство из них нейтроны но и пенели в том числе ядер и черенковских фотонов в данном случае ядра и черенковских фотонов у нас отключены поэтому это будет исключительно амнили тут у нас идет вторая таблица мы видим у нас сумма всех частиц то есть по сути из этого можно построить график в том же экселе и получить развитие кстати отвечая один из вопросов именно отсюда можно вытащить и возраст если мы построим общее число частиц или число адронов относительно глубины максимум сначала число растет потом падает общее число и максимум этого развития будет показывать возраст в данном случае мы видим тоже можно просто по циклам посмотреть число частиц максимально где-то вот здесь до 1,62 на 1,3 то есть максимум возраста у нас был 340 грамм после этого возраст увеличивается и уже приходит относительно 100 это показание и оно общее для всех типов числений это то что есть больше ничего нет чтобы работать с дат файлом требуется запустить здесь порсику вот чтобы это сделать где находится он 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 Продолжение следует... Вот, то есть нужно теперь запустить файл Corsica.it, опять же, как я уже говорил, она не помнит, даже не может работать с командными параметрами, вот, поэтому просто ее запускаем, вставляем себе файла, который мы точно сделали, и она его начнет переводить. Вот, файл, благо, небольшой, займет это недолго, но, опять же, с минутки, да? Если файл велик, и он сотни мегабайт или гигабайты, этот процесс, конечно, можно гонять долго. То есть мы видим примерно число рекордов, грубо говоря, число записи частиц, которые проходит программа из бинарного файла. Вот, да, имя выходного файла всегда ford.7. О, оно закончилось. Да, то есть если мы сделаем, опять же, команду ls, мы увидим файл ford.7. Опять же, начальник файл 65 мегабайт, выходной 212 мегабайт. Вот, следовательно, это то, с чем что-то можно сделать. Вот, прежде чем с ним что-то сделать, я бы его переименовал. И переименовал бы я его, что-нибудь типа, опротон 10, 15, 20, 0, 270, 34, 0. Да, то есть какие-то новые высоты и прочее. Можно дать ему расширение TXT, можно не давать, опять же, это Linux. Ну, вот, файл этот существует под другим именем. Чтобы что-то с ним сделать, опять же, можно напрямую работать с этим файлом. Если я, надеюсь, D8D не сдохнет в попытке показать этот файл. Так, я не хочу открывать его. Так, не работает. Может, проще сделать вот так. Вот, то есть это просто первый несколько строк ни о чем. А вот начинается, потом опять же это все в мануале. Что у нас тут есть? Сначала идет ковч, частицы, энергия, время прихода, импульс. И координаты. То есть последние две строчки, две столбика, опять, лайки, координаты на плоскости наблюдения. Вот. То есть что можно с этим сделать? У меня есть несколько отколок. Вот, если нужно, в правочнике я пришлем. Если нет, написать это не сложно. То наставите на 10 лет третьего питона или второго. В данном случае у меня здесь почему-то имеется только третья версия. У меня, значит, вот этот параметр идет в сам файл. Ну, вот, 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 вот. скорее всего просто для данного терминала используется то есть не было сейчас программа проходит по файлу и не разделяет все электроны отдельно гамма отдельно на электроны и позитроны вот опять же можно разделить у каждого свой код если мы посмотрим исходник этого файла то мы можем видеть вот следующие строчки если под 2 или 3 у нас электроны если код 1 это гаммы если код 5 или 6 это неоны и все остальное кроме нуля которые какие-то пустые строчки это все огромное опять же вы можете выделить свои собственные частицы и записать один на трону колонны и он и все что здесь же можно если надо определить импульс координаты там случае также создается кистограмма которая работает вот то есть вот она работать вот мы почти закончили вот что у нас получилось получилось у нас очень интересная вещь как выход этого файла у нас теперь есть отдельный файл то есть имя начального файла сохранено текст но у него теперь есть изменения вот начальная файла электроны .gz они сжаты гаммы агронный ионы и определенный кистограмм то есть можно попытаться в руке посмотреть вот этот файл который . рут протонс что в нем содержится в нем содержится собственно графики которые показывают и там есть параметр файл который показывает это дело просто плотность распределение распределение в каком-то диапазоне в данном случае плюс-минус 25 метров от центра ливня от координаты 0,0 в данном случае электронов то есть если я пойду сюда я могу попросить другой формат показать палитру то есть самое сделает для всех очистить понятно делать что энергии данного видения очень мало и например числа дронов очень незначительно опять же при работе с большим количеством частиц проще работы через скрипт очень часто рот браузер может не понравится что вы тут делали множество вещей которые будут по силе работать могут не работать по-нормальному вот и мы это наблюдаем здесь а вот здесь так процесса и 29.0 это соответствует руту другое что можно сделать уже разделенными последний шаг анализа данном случае у меня есть еще одна программа которая называется она уже делает специфических вещей то есть не просто какое-то распределение частиц а мы хотим построить график да по сути так же выглядит профиль линия но разного расстояния от центра то есть посмотрим на какие частицы больше всего это электроны или гамма просто по размеру файла гамма больше всего что неудивительно как мы дадим этот файл то есть в данном случае он не был рассчитан на это дело видимо в коде имеется уточнение на какие частицы когда что-то непонятно смотреть надо в исходник понятное дело так и и и и так и and и и и и и и и файла. Она сейчас была заточена на протоны и антипротоны. Нет, это пионы. 8,9 это пионы. В данном случае файл будет с электронами, поэтому если я сюда внесу вместо 8,9, 2,3, это типичный спец, то оно обязательно сработает. О, больше ошибок не выдается. Посмотрим, если что-то получилось на выходе. Да, к сожалению, программа не хочет работать. Но это потому, что, видимо, нету соответствия того, что она делает, того, что должно происходить. А вот и возможный ответ, что она не для третьего петона, а для второго. Тем не менее. Это, к сожалению, не подчинило нашей проблемой. Вот, но, тем не менее, как уже было сказано, у нас теперь имеются вот эти вот отдельные файлы. Их можно читать построчно. Можно смотреть на Particle ID и из него уже доставать. То есть, вот она у меня строка, ее я разделяю, я получаю Particle ID, PX, PY, PZ. Могу получить общий импульс, позицию на каждой частице и время прихода на уровень наблюдения. Это вот то, что дает нам файл форсики. После этого вы берете уже имеющиеся ваши данные и пытаетесь в них уже что-то делать, что-то, что нужно для ваших целей. Вот. Так что на этом все. Вопросы. Продолжение следует... Продолжение следует...